Привет, любознательные Хочузнайки! Сегодня мы расскажем вам об удивительном мире животных. Запаситесь попкорном и смотрите! Морские змеи Огненной горы. Огненная гора – это вулкан под названием Гунунгапи, что переводится с индонезийского как «Огненная гора». Вулкан очень активен и под береговой линией. Под коркой лавы находится экосистема, состоящая из очень ядовитых морских змей. Эти змеи живут вокруг вулкана и даже охотятся стаями, словно ползучие волки. Чтобы еще больше напугать потенциальных посетителей этого места, ядовитые змеи не проявляют никаких признаков страха перед дайверами. В Индонезии более 17 тысяч островов, и среди их скопления расположен Гунунгапи, который находится в 192 километрах от ближайшего участка суши. Единственный способ добраться до этого места – нанять лодку. Сам вулкан поднимается из океана, и большая его часть находится под водой. Вдоль его подводных склонов живут тысячи ядовитых змей, которые прячутся и плавают вокруг. Здесь встречаются два вида ядовитых змей – полосатый уш и гладкая морская змея. Обе змеи чрезвычайно ядовитые. Они могут вырастать до метра в длину и двигаются так же легко, как рыба в воде, с той лишь разницей, что им приходится подниматься на поверхность, чтобы периодически дышать. Хорошая новость в том, что они не очень агрессивны. Дайверы приезжают на этот отдаленный вулкан специально для того, чтобы понырять сотнями самых опасных змей в мире, и их никогда не кусают. Это почти как плавание с дельфинами, но гораздо страшнее. Гигантская шестилучевая губка Есть животное, которое может жить около 10 тысяч лет, а в некоторых случаях до 15 тысяч лет. Оно называется шестилучевая губка и является животным с самой большой продолжительностью жизни. Она также является одним из самых древних животных на планете. В каждом океане есть хотя бы один вид шестилучевой губки, и она существует уже примерно 635 миллионов лет. После полумиллиарда лет эволюции вы можете быть уверены, что шестилучевая губка дошла до той точки, где ей вполне комфортно жить. Не все шестилучевые губки живут вечно, хотя эти губки живут в водах Антарктики, имеют самую большую продолжительность жизни, потому что холодная океаническая среда замедляет метаболизм животных. У них по сравнению с губками, живущими в теплых водах, снижается скорость распада клеток. Эти шестилучевые губки практически бессмертны. Гигантская шестилучевая губка – это еще один вид губок, который может жить около 15 тысяч лет. Они настолько большие, что вы можете свернуться калачиком внутри нее и заснуть. Эти губки встречаются по всей Арктике. Они живут на вершине потухших подводных вулканов в Северном Ледовитом океане. Удивительно, но многие из этих гигантских шестилучевых губок живут дольше, чем многие человеческие цивилизации. Вулканические акулы Ученые из экспедиции, организованной National Geographic в 2015 году, обнаружили акул, живущих внутри одного из самых взрывоопасных вулканов на Земле. Эти акулы прекрасно себя чувствовали в активном подводном вулкане – месте настолько опасном, что ученым спустя годы пришлось вернуться туда с более продвинутым оборудованием и подводными роботами, чтобы понять, чем акулы там занимаются. Инженер-океанолог Брэнон Филлипс опустил камеру с приманкой прямо в бьющееся сердце вулкана. Камера упала на глубину 50 метров, и после этого ученые смогли наблюдать шокирующее количество акул, кружащих внутри. Акулы были не единственными живыми существами, найденными здесь. Были также студенистые виды зоопланктона, более крупные рыбы, такие как синеперый карангс и шесть африканских жаберных скатов. Были также грибнистые молотоголовые акулы, плавающие вокруг в причудливой вулканической среде. Вулкан называется Кавачи и непрерывно извергается по крайней мере с 1939 года. Лава из этого вулкана на регулярное основе создает новые острова. Вершина вулкана находится на глубине около 20 метров под поверхностью океана, что делает воду вокруг него теплой и даже горячей. На самом деле вода вокруг вулкана обжигающе горячая и кислотная. Она также полна опасных вулканических частиц, которые, как правило, вредны для рыб. Тем не менее акулы, кажется, процветают в этой враждебной среде. Видимо, есть небольшая группа животных, которые привыкли к суровой реальности жизни на вулкане. И на данный момент ученые все еще пытаются понять, что делает жизнь в жерле действующего вулкана такой привлекательной для животных. Вулканическая улитка Крисомалонску амиферум является вулканическим брюхоногим моллюском и одной из самых крепких улиток, которая когда-либо жила на планете. Она отращивает впечатляющую железную броню, которая защищает ее от опасности, когда улитка живет на вулканических жерлах в Индийском океане. Крисомалонску амиферум живет в самых глубоких и горячих подводных вулканических жерлах, о которых известно ученым. Она выживает в местах, которые могли бы сварить большинство животных заживо, но улитка не только выживает, но и отлично себя чувствует с оболочкой из чистого сульфида железа. Экстремальные тепловые условия вулканических жерлов вулканов животные не беспокоят. Ученые представить себе не могли, что найдут существ, живущих внутри гидротермальных жерл в Индийском океане. Пока в 2001 году не обнаружили Крисомалонску амиферум. Впервые она была найдена в гидротермальном жерле Кейрей. Ученые на тот момент считали, что это странное, но ничего не значащее открытие, но обнаружение улитки в нескольких местах подтвердило ее существование как вида. Теперь мы знаем, что Крисомалонску амиферум живет на глубине 2,5 километрах под поверхностью воды в районах, где температура достигает 400 градусов. Но один из наиболее интересных фактов о Крисомалонску амиферум – это то, как она выращивает свою раковину. Улитка берет сульфид железа из окружающей среды и превращает его в естественную броню. Это прекрасно защищает ее мягкие внутренности, позволяя улитке безопасно передвигаться и при этом поглощать бактерии через большую перерабатывающую железу. Довольно продвинутая вещь для улитки. Фламинго на Альтиплано Высоко в боливийских Андах стаи фламинго живут в чрезвычайно соленой воде вулканических бассейнов. Спрятанное между парой вулканических пиков, расположенных на высоте 4800 метров, в горном перевале находится озеро с ярко-красной водой. Оно выглядит почти как озеро из крови. Именно здесь вулканические фламинго построили свой дом. Красная вода скрывает их от потенциальных хищников, поскольку они так хорошо сливаются с окружающей средой. В любом случае, в Алтиплано не так много хищников, с которыми придется иметь дело. Колонии фламинго обнаружили здесь в конце 1950-х годов. Исследователи наткнулись на лагуна Колорадо, окольцованное вулканом озеро в горах. Они были потрясены, увидев три разных вулканических фламинго, живущих в Красном озере — Чилийский, Анский и Фламинго Джеймса. Затем в 1960-х исследователи выяснили, что Красное озеро усеяно кажущимися бездонными ямами, которые откуда-то из глубин выбрасывают горячие гейзеры. Озеро простирается на 6000 гектаров, а его глубина всего один метр. Древние люди, жившие в этом месте, верили, что озеро красного цвета, потому что это кровь богов. На самом же деле насыщенный цвет создают водоросли и минералы в воде, что и привлекает фламинго. Озеро питается нескончаемым потоком бурлящей воды из вулканического источника, расположенного глубоко под плато. Вулканические хомячки Недавно ученые подтвердили, что вид обитающих на вулканах хомячков заслужил звание самого высокообитающего млекопитающего в мире. Этих малышей нашли на вершине Лью-Лья-Льяко на высоте чуть более 6000 метров над уровнем моря. Лью-Лья-Льяко — это огромный вулкан, который расположен на границе между Аргентиной и Чили. Это настолько негостеприимное место, что вы точно не ожидаете увидеть внутри него кого-то. Вершина слишком высока, что делает воздух сухим и холодным. На пике вулкана также нет кислорода, который необходим большинству животных. Но в 2020 году ученые обнаружили здесь хомячков, живущих внутри вулкана. Никогда прежде в таком необычном месте не находили млекопитающих. Джей Сторос из Университета Небраски говорит, что трудно переоценить, насколько враждебна окружающая среда. Очень мало растительности, нет дождей и температура может достигать минус 20 градусов. Несмотря на то, что жизнь здесь кажется ужасной, здесь живет листоухий хомячок. И, похоже, он чувствует себя прекрасно. Он живет на пике самого высокого и исторически активного вулкана в мире. Хомячки получают достаточно пищи и не страдают от высотной болезни. Друзья, ни для кого не секрет, что YouTube отменил монетизацию. И сейчас нам требуется ваша помощь. Буквально 50 или 100 рублей в месяц будет достаточно, чтобы наша команда продолжала работать для вас, выпуская интересный контент. Номер карты будет в описании. Огромное спасибо вам от всей нашей команды. Мы очень надеемся, что вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал и до завтра!